МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой была эта среда в нашем выпуске новостей? И перейдем сразу к топовым темам. Крушение Боинга МН-17. Расследование по делу продлили до августа следующего года. Нафтогаз подал иск против России. Более 2,5 млрд долларов украинская компания требует за украденные в Крыму активы. Подводим итоги. Кабмин Гройсмана отчитался за полгода работы. Мандат миссии по расследованию катастрофы Боинга МН-17 продлили. Следователи смогут работать в Украине до августа следующего года. Нардепы поддержали законопроект, который внес в Раду президент Петр Порошенко. Это означает, что Нидерланды и дальше будут расследовать причины трагедии. Говорится в пояснительной записке к документу. В предварительном докладе международная следственная группа пришла к выводу. Лайнер был сбит ракетой из Бука. Ее выпустили с территории Донбасса под контрольной боевикам. Сам зенитный комплекс привезли из России. А после запуска вернули в РФ. Катастрофа самолета 17 июля 2014 года унесла жизни 298 человек, которые были на борту. С инициативой о продлении срока работы международной миссии выступила нидерландская сторона. Численность такой миссии защиты расследования под руководством Нидерландов составляет сегодня не более 700 человек. Миссия фактически завершила техническую работу в Украине на месте катастрофы. И основные усилия концентрируются сейчас на подготовке комплексного доклада о авиакатастрофе. Три недели назад обнародовали первый отчет о расследовании катастрофы MH17. Он стал решающим для Украины, для нашей геополитической позиции. В том числе наша победа в ПАСЭ стала возможной и потому, что у нас был аргумент, что Путин все это время миру врал. И что Россия имеет непосредственное отношение к авиакатастрофе, к гибели людей. Ратификация соглашения будет способствовать завершению и окончательному расследованию причины авиакатастрофы рейса MH17. Завершить ратификацию соглашения об ассоциации призвала Верховная Рада Евросоюз. Депутаты просят Европарламент, правительство стран, членов ЕС и их парламенты искать решение, которое позволило бы имплементировать документ. Также обратились к властям Нидерландов найти решение проблемы. Подчеркнули, их отказ от ратификации соглашения поставит под сомнение надежность и авторитетность всего ЕС, как партнера в глазах украинцев и других международных партнеров. В апреле этого года большинство нидерландцев на консультативном референдуме высказались против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Парламент Нидерландов принял постановление, которым требует от правительства вынести решение не позднее 1 ноября. Завтра, послезавтра президент Петр Порошенко в Брюсселе обсудит компромисс о ратификации важного документа. Украина в ООН призвала помочь в освобождении Романа Сущенко. Вопрос незаконного удержания журналиста в России подняла украинская делегация на заседании 4-го комитета Генассамблеи. Он занимается специальными политическими вопросами. Необоснованное задержание Сущенко в Москве представители Украины назвали одним из примеров циничной кампании РФ против независимых СМИ. Напомню, накануне адвокат Сабкора Украинформа Марк Фегин призвал журналистов задать вопросы о судьбе Сущенко Владимиру Путину и другим участникам встречи в Берлине. Украинца ФСБ задержала 30 сентября по сфабрикованному обвинению в шпионаже. 7 октября Кремль предъявил ему официальное обвинение. Россия должна немедленно освободить украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы в Палате общин. Подчеркнул, британское правительство обеспокоено количеством украинских граждан, которые получили тюремные сроки за несогласие с аннексией Крыма. Напомню, в августе прошлого года Северокавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его обвинили в подготовке терактов в Крыму. Кольченко дали 10 лет колонии строгого режима, как якобы сообщнику Сенцова. Оба украинца вины не признали, обвинения назвали абсурдными и политически мотивированными. Противодействие агрессии России обсуждали сегодня в Страсбурге. Там проходит 31-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Традиционно основные вопросы встречи – этика и прозрачность работы власти на местном уровне, децентрализация, соблюдение прав человека и гендерного равенства. Представители украинской делегации отмечают, один из приоритетов – информирование представителей местных органов власти стран ЕС о реальной ситуации на востоке Украины. Незаконной оккупации, аннексии Крыма и военных действиях на Донбассе и полуострове. Украина, в частности, призвала Конгресс остро поставить вопрос о визите политиков на оккупированные Россией территории. Продолжение следует... Альтернативы минским договоренностям у нас нет. Признают, что есть факты невыполнения с российской стороны таких договоренностей. Четко секретарь Генсекрада Европы обозначает на том, что он кардинально не согласен с позицией Российской Федерации по Крыму и Донбассу. Поэтому минские договоренности должны выполняться. Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о лишении Виктора Януковича звания президента. Соответствующий закон Верховная Рада приняла в 2014-м. В нем говорилось, что Янукович неконституционным способом отказался от выполнения полномочий президента Украины, что угрожало управляемости, территориальной целостности и суверенитету Украины. Позже глава государства Петр Порошенко обратился в Конституционный суд с просьбой проверить документ на соответствие основному закону. По мнению Порошенко, Рада не могла лишить Януковича звания президента, ведь согласно Конституции оно сохраняется пожизненно. Мнения юристов по этому поводу расходятся. Первая группа ученых считает этот закон неконституционным и что он подлежит отмене. Вторая, что он формально неконституционный, но поскольку его принимали в ситуации, которая также не предусмотрена основным законом, так его нельзя признавать неконституционным. Третья говорит, парламент принял политическое решение, а значит оно не может быть предметом анализа Конституционного суда Украины. Напомню, Виктор Янукович сбежал из резиденции в Межигорье 22 февраля 2014 года. Позже стало известно, что он выехал в Россию. Правоохранители подозревают его в причастности к массовым убийствам митингующих во время Евромайдана, госизмене, злоупотреблении властью и ряде других преступлений. Один украинский военный погиб, один ранен за минувшие сутки на Донбассе. Это произошло в Лебединском из-за вражеского артобстрела. Боевики сегодня нарушили режим тишины семь раз, сообщают в штабе АТО. Самая сложная ситуация на Мариупольском направлении. Наемники открывали огонь со стрелкового оружия в Марьинке, в районе Славного и Широкина из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, по Водиному и с запрещенной минскими договоренностями артиллерии. На Донецком направлении атаковали позиции силовиков в Авдеевке. Украинские телеканалы на Донбасс. Завтра на горе Карачун начнут поднимать новую телебашню на месте разрушенной во время боев за Славянск. Смонтировали последнюю секцию, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Башню боевики уничтожили в июле 2014. Это лишило украинского эфирного вещания часть Донецкой области. В прошлом году сделали временную, но сигнал украинских каналов слабый. Новая телевышка будет высотой 180 метров и позволит вести теле- и радиовещание в радиоте свыше 60 километров, даже на оккупированную территорию почти до Донецка. Иск против России за захват активов в Крыму подала украинская госкомпания «Нафтогаз». Сумма требований – 2 миллиарда 600 миллионов долларов. В пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, среди инициаторов арбитражного производства также 6 украинских дочерних фирм. Они требуют возместить убытки, которые нанесены незаконным захватом РЭП-собственности группы в Крыму. Иск подали согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством Федерации о содействии, осуществлению и взаимной защите инвестиций. Ранее сообщалось, в Стокгольме завершились устные слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома». Эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, перспективы дела оптимистичные. Тем более, в мировой практике есть прецедент. Не следует ожидать быстрых решений. В таких делах быстрых решений не бывает. Но и акционеры ЮКОСа тоже очень долго ожидали решения. Конечно, что-то получили. Россия игнорирует. Но игнорировать бесконечно невозможно. То есть ЮКОС делал инвестиции в свои месторождения, которые у него отобрали, своровали. Точно так же «Нафтогаз Украины» делал свои инвестиции через свои дочерние компании на территории Крымского полуострова и на прилегающей к Украине акватории Черного моря, на шельфе. Вор и в случае ЮКОСа, и в случае нашем один и тот же. Ремонт главных дорожных путей, одобрение изменений в налоговый кодекс, получение третьего транша помощи от МВФ. Кабмина читался за полгода работы. О том, что министры считают своими достижениями и какие строят планы. Дальше. Инфляция замедляется, промпроизводство растет, как и средняя зарплата в национальной валюте. Экономическая ситуация в Украине начинает налаживаться. По крайней мере, признаки этого видит премьер-министр Владимир Гройсман. У нас есть рост объемов промышленного производства на 2%. У нас есть увеличение индекса строительной продукции на 11,9%. Замедление инфляционных процессов, если мы сравним с прошлогодними, 43%. Сегодня мы видим 6,4%. Также наблюдается рост объемов привлечения инвестиций, плюс 19%. Прогноз оптимистический, говорит глава правительства. Особенно, если сработают реформы в энергетическом секторе. За 5 лет ожидают, что добыча украинского газа увеличится на 7 миллиардов кубометров. Конечно, нужны вложения. И не только на энергосектор. Чтобы их поток увеличить, правительство создает офисы, содействие инвестициям. Задачу, которую перед нами поставил премьер-министр, это довольно быстро скоординировать деятельность и коммуникацию со всеми инвесторами, которые работают в Украине. Изучить их проблемы и найти для них решения, как точечные, так и системные. Те, которые нам нужно будет вместе менять. В частности, нормативную и законодательную базу, чтобы расширить поле для инвестиций. В этом году правительство серьезно взялось и за дороги. Ремонты по всей стране. Продолжить обещают и в следующем году. Усилили и менеджмент. Теперь Украфтодор возглавит экс-министр транспорта Польши Славомир Новак. Нам нужно очень быстро сделать технический аудит дорог и улучшить технические стандарты виконавства. Нам очень нужно сделать очень быстро план строения и реконструкции дорог на подставе трафиков. В планах масштабная приватизация. За свои первые полгода работы премьер неоднократно призывала иностранных инвесторов принять в ней участие. Один из лакомых кусков – Одесский припортовый завод. Для него утвердили условия повторной продажи. Начальная цена лота – более 200 миллионов долларов. В конкурсе должны участвовать не менее двух покупателей. Из них один обязательно не резидент Украины. Ярослава Гурбик, UATV. Команды пожарных добровольцев появятся в Днепре. В рамках реформы службы город закупит автолестницу, экипирует пожарных, создаст добровольные дружины и новые депо. Согласно нормативам, пожарный расчет должен пребывать на место вызова в течение 10 минут. По факту же в Днепре работает лишь 8 пожарных частей. Этого мало, чтобы охватить весь город. Пилотный проект по реформированию включает создание трех новых депо. Их финансирование возьмет на себя город в следующем году. В новой системе пожаротушения в большинстве стран есть добровольные движения. Понятно, что мы только начинаем такую работу, находимся в начале пути и идем путем создания небольших профессиональных подразделений коммунальных, те, которые будут создаваться нашими территориальными громадами. Но перспектива, конечно, это развитие добровольного движения. Мужественные отцы за мир и любовь к каждой семье. В Украине 25-летие отметил Международный союз мужественных пап. Он объединяет разведенных отцов-инвалидов, которые самостоятельно воспитывают детей. Их цель – повысить роль папы в обществе и добиться больших прав. Евгений Вега – отец двоих детей. Он самостоятельно с пеленок воспитал своих сыновей. Когда развелся с женой, младшему было два, старшему – три года. Их мама официально отказалась от воспитания и содержания малышей. Тогда одинокий отец решил объединяться с такими же папами. В 91-м году, 12 мая, в моей квартире в Славянске, собрал я 11 человек. Это отцы, которые воспитывают детей без матери. И мы решили, что отцовской организации быть. И решили бороться с местной властью. На первых порах организация приглашала всех разведенных отцов. Сейчас исключительно пап-инвалидов. Они больше других нуждаются в защите, объясняет основатель движения. Нынче Союз объединяет 259 семей в Украине и 7 в Беларуси. Им оказывают консультативную и юридическую помощь. Приходится бороться и с гендерной дискриминацией, подчеркивают активисты. Мы такие же, как и матери. Мы такие же люди. Мы не просим у государства финансовой помощи. Но хоть немного поднять статус отца во всех органах исполнительной и законодательной власти. Чтобы чиновники нас выслушивали. Они смотрели так, как будто ты украл ребенка у матери, а не по закону он остался с тобой. Дискриминация – это очень позорно для нас. Союз стремится возродить папина воспитание, а также повысить роль отца в обществе. По данным французских ученых Международного центра детского здоровья, 98% жизненного опыта и интеллектуального развития детям может дать именно отец. Олеся Гурбик, Петр Галко, UA TV. Яркие принты и только натуральные ткани в рамках украинской недели моды презентовали одежду для детей. Дизайнеры, говорят, пытались соединить классику с современным стилем. В коллекциях и одежда для школьников. Пока что ткани и фурнитуру закупают за границей, но со временем перейдут на украинские. Конечно, натуральные ткани, потому что подростки – это хоть и взрослые дети, но все же это дети. Поэтому, конечно, особое внимание тому уделяется. Здесь нет места синтетики, тем более эта летняя коллекция, она однозначно должна быть комфортной прежде всего. Даже вот в нарядных изделиях, да, там идут хлопки полированные, да, там с блеском, но все равно это хлопки. К сожалению, в Украине нет тканей, ну, такого уровня, как хотелось бы, поэтому закупаются за рубежом все. Увидимся завтра. Спасибо, что вам интересна Украина.